здравствуйте мои дорогие друзья с вами канал евгения саженцева я психолог практик а также богослов по образованию сегодня поговорим вновь о нарциссах и видео скорее для тех кто уже разорвал связь с нарциссом будь то мать нарцисс или отец нарцисс муж нарцисс или подруга нарцисс варианты бывают разные на самом деле не важно если вы разорвали связь с человеком который морально вас уничтожал что же делать дальше во первых я вам скажу вы большие молодцы что нашли в себе силы не каждому это удается не каждый приходит к нужной информации вовремя если вы это сделали то я вас поздравляю вы на правильном пути что же будет дальше понимаете дело в том что сатанинские силы которые хотят чтобы вы продолжали морально умирать с этим человеком они вас просто так не оставят борьба будет на уровне мыслей на уровне гормонов то есть есть привязки гормональные есть биохимическая зависимость когда вы привыкаете к тревоге и выработке адреналина в кровь и поэтому ваш организм просит новые дозы и нужно с каждым фактором бороться отдельно то есть например если у вас происходит откат то можно давать себе адреналин в какой-то дозе самим самостоятельно смотреть там фильмов ужасов что-то такое на уровне мысли вы должны воспринимать любую мысль о том чтобы вернуться к нарциссу как мысль от беса как погибельную мысль как борется монахи когда им поступает помысел искушения во первых с ним нельзя вступать во взаимодействие не надо анализировать эту мысль не нужно с ней общаться когда вы начинаете эту мысль рассматривать вы вступаете в диалог с темами мать не важно какая мысль вот наверное он встретит другую другого и у них все будет хорошо может быть дело было во мне может быть я какой-то не такое не такая может мне нужно чуть-чуть поработать над собой и он или она наконец-то меня оценит может быть мне все это показалось может быть это и не нарцисс я разрушил семью или я разрушила семья или но ведь родителями надо общаться ведь это не хорошо не общаться со своими родителями и вот такие мысли если вам приходит если вам поступает такая мысль вы вообще не должны ее рассматривать вы ее должны сразу на корню отсекать пока нам маленькая пока это зернышко не ждать когда она разрастется до такой степени и принесет плод того что вы встретитесь нарциссом отсекаем любую мысль о нарциссе это борьба на духовном уровне можно ее проанализировать можно загнать себя дальше один помысел цепляется за другой помысел и вот вы уже снова вместе с нарциссом нужно понимать что вообще у бесов огромный опыт потому чтобы вводить людей в ад это чтобы погублять человека у нас какой опыт у нас опыт у кого-то 30 лет у кого-то 60 но по сравнению с этими бесами кто мы такие вообще по своему опыту поэтому они хитрые они завлекают и какими-то добрыми помыслами но ведь надо всех прощать но ведь это же любовь хотя это вообще не любовь это биохимическая зависимость так далее и тому подобное с нарциссами вообще все другие правила и что касается психологии где вам могут психологи не разбирающиеся в нарциссах сказать что нужно работать над собой меньше истерить и так далее псевдо психологи которые не разбираются в этой теме и пытаются умничать гоните таких психологов так же как и нарциссы которые не понимают что эти люди вас разрушают тут сколько ни старайся сколько ни прощай в отношениях будет все только хуже и хуже вы будете стараться а человек сядет вам на шею свесит ноги понимаете да поэтому здесь другие правила здесь никакого смирения здесь никаких компромиссов здесь просто нужно бежать и потом отсекать все мысли о возможном возвращении к этому человеку еще раз скажу вы большие молодцы если у вас удалось вырваться из этого ада иногда убегают с тремя детьми от такого тирана и что устраиваются дворником лишь бы лишь бы не умереть морально и духовно поэтому не ищем никаких оправданий себе не ищем возможности остаться ищем возможности уходить от такого человека знайте что с таким человеком будет только моральная погибель и не только моральная погибель еще и духовная погибель и физическая погибель потому что можно заболеть очень страшно раком миомами многими многими заболеваниями на фоне вашего иммунитета который подвергается риску потому что происходит большие выбросы в тревоге кортизола и адреналина из-за этого возникают и опухоли и все что угодно так что берегите себя не идите на сделки со своими мыслями о том что может что-то изменится может нужно еще постараться не реагируйте на эти мысли отсекать их от себя на самом корню и боритесь с собой если вам нужна помощь моя или поддержка телефон находится в описании видео запись на консультацию по ватсап всем до новых встреч я желаю всем благополучия всем мира в душе спасение во христе все будет хорошо спасибо